В селе Курык Харакянского района не прекращаются массовые драки среди молодежи. Обеспокоенные безопасностью своих детей, родители требуют от власти взять ситуацию под контроль. Жители говорят, что молодежь села перестала драться и вместо этого взялась за огнестрельное оружие. Молодежь Курыка разделилась на две группы микрорайона и автобазу, даже обозначила свои границы внутри села. К примеру, эта дорога разделяет небольшой участок и автобазы. И пройти ее молодые люди больше не могут, иначе им грозит избиение. Жительницы села беспокоятся о будущем своих детей. По их словам, они вообще не могут ходить в магазины и досуговые заведения в центре населенного пункта. Выйдешь с территории – будет драка. Все основные учреждения и заведения расположены в центре. Парикмахерская, фасфуд – все здесь. Мы своих детей на такси отвозим в парикмахерскую. Если надо в центр, то опять же едем на такси. Если на площади будет концерт, то ни один ребенок из нашей автобазы не сможет прийти и посмотреть его. В рамках проекта «Жасл-Ель» дети на каникулах участвуют в благоустройстве. И мой ребенок отработал две недели. Теперь из-за драк не сможет отработать оставшиеся дни. И зарплату не сможет получить. Сейчас ребенка боимся отпускать одного даже в магазин. По данным компетентных органов, за пять месяцев молодежь трижды дралась группами. В январе 14-летний мальчик получил травму, а через два месяца снова был избит и впал в кому. Мальчик выжил благодаря врачам. Последний инцидент произошел 14 мая. Группа 19-летних парней была похищена и избита. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Разыскиваются подозреваемые. Однако сами пострадавшие отказываются от дачи показаний. По словам прокурора района, несмотря на то, что в большинстве случаев возбуждены уголовные дела, жители села не пишут заявление и в итоге до суда дело не доходит. По многим возбужденным уголовным делам, допрашивая свидетелей, потерпевших, мы поняли, что в селе Курык произошел раскол. Запрещено посещать разделившиеся территории. Даже в случае посещения враждующих территорий, они должны выходить на улицу, не толпясь, без криков, не шумя. Иначе они задирают друг друга словами, обвиняя, что пришли группой. По словам руководителя Каракеанского районного отдела полиции, внутри села усилены рейдовые мероприятия. Сейчас рассматривается вопрос увеличения численности сотрудников. Также при поддержке районного акимата и департамента полиции в этом году в населенном пункте будет установлено около 60 камер видеонаблюдения.